Мы обычная семья. Бросили всё и улетели жить. Добро пожаловать в наше будни. Чё ж мне так не везёт? Я просто не понимаю. Чё каждый день очень много учимся. Я уже Эрика к этому ко всему привлекла. Начала с ним учить части тела, ноги, руки, пальцы, живот, талия, спина, всё, вот локоть, всё-всё-всё-всё-всё. Я ещё не это хотела рассказать. Ах, блин, ах. В общем, забралась из Эрика из школы. Ехали мы в автобусе. И, в общем, я умудрилась профукать в автобусе очки. Представляете, те, которые буквально несколько видео назад мы с вами делали в оптике. Короче, я их тупо, походу, выронила. И я вышла из автобуса. Я же вижу, что я ничего не вижу. И я сразу осознала, что их нет. И вот, а автобус только-только-только уехал. Я говорю, Эрик, пойдём на противоположную сторону. Дождёмся, пока автобус сделает круг и вернётся. Один автобус сразу проехал мимо. Я как бы не сильно расстроилась ещё в тот момент, потому что я поняла, что это не тот автобус. А благо у нас остановка, как бы, она уже почти конечная. Значит, ещё один автобус дождались, он проехал. Но я увидела, что там водитель не тот. И потом, третий автобус уже был тот, что нужно. Короче, я захожу в автобус, говорю, простите, я могу посмотреть очки на полу? Говорит, да, пожалуйста, иди смотри. Я прошла, смотрю, а их нету. Подхожу к водителю, говорю... Очков нету, я их потеряла у вас в автобусе. Он говорит, а я приехал, и у меня в конце маршрута был... Я поменял автобус. Я так расстроилась, говорю, да как так вообще? А на сайте, есть такой специальный сайт, я ссылку скину в описании, что если что-то теряете, то обычно, короче, ну, по крайней мере, с автобуса точно оно там. Вот, и там есть номер телефона. Я туда звоню, они трубки не берут. Три раза позвонила. Потом на четвёртый раз звоню, походу я сразу убудрилась всех за налбать. И они, короче, сняли эту трубку, и там было уже занято. Он мне диктует другой номер телефона, и я звоню туда, и они мне сказали... Ну, я объяснила всю ситуацию, он говорит, что, типа, вот, вечером приедет водитель, ну, он сдаст смену и посмотрит. Я говорю, а поздно, я уже нашла этого водителя, стояла на остановке, дождалась его, и он уже поменял автобус, что мне делать? Он говорит, вечером, ночью моют уборщицы автобусы, они будут смотреть вожачки, и тогда завтра звоните и рассказывайте свою ситуацию, будем смотреть, нашлись они или нет, утром или в обед. Хотя бы он сказал, что и как, и у меня хоть какой-то шанс есть. Олег и Рис, то вообще шансов нет, потому что это сама по себе оправа, она стоит 150 евро, понимаете? Вот здесь офигеть, какие дорогие оправы. Ой, я, короче, расстроилась, адски, я не знаю вообще, что делать, как быть. Вообще, ладно, завтра звонить будем, но у меня просто, знаете, это как это, как рулетка, либо повезет, либо не повезет, как еще это называть. А, вляпалась по самой, не балуйся, просто 300 евро в трубу, тыдыщ, ужас. Вот, блин, только оправилась, только, короче, все нормально стало. А, еще экзамен в пятницу. Ну вот, знаете, когда вот так вот бывает, хреново, 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 потом обычно бывает все, вот прям так хорошо, что аж, блин, аж страшно сглазить. Ну, блин, очки, у меня не было очков со времен института, и, наконец-то, блин, я начала нормально видеть. У меня, представляете, вот, блин, кто знает мою проблему с глазом, у меня два дня сейчас болел очень сильно глаз. И я утром сегодня проснулась и увидела, что я начала чуть-чуть видеть лучше. У меня появились какие-то линии прямые, ну, они не прямые, но я хотя бы четкость начала какую-то, какая-то появляться. Я так обрадовалась вообще. Думаю, наверное, это из-за того, что очки начала носить. И одела их опять. И, блин. Вот я из-за этого не люблю дорогие вещи. Честно скажу, мне такое ощущение, что мне нельзя носить дорогие вещи. У меня колец было, хрен знает сколько. Знаете, где они все? Валяются. Остров невезения. Ну, в одном месте, но валяются, потому что у меня теперь нет там бриллиантов. У меня все бриллианты вылетают отовсюду. У меня все отовсюду вылетает. О, нельзя мне дорогие вещи. Ужас. Ох, печаль, беда. Блин, кому скажешь вообще? Короче, мне просто обидно. Я сижу, мне так обидно. В последнее время что-то я начала очень откровенно вести канал. У меня столько всего в жизни происходит, что... Это же личный дневник, видеодневник. Ну, вот. Блин, сегодня у меня вот такое опять настроение. Какой дурдом. Ну, однажды у меня был еще случай, я приехала в Киев к своему крестному. Это мне было лет 17, наверное. И один раз я теряла очки, я забыла их в поезде на столе. Тогда они стоили что-то там порядка 15 тысяч рублей. И это, блин, для очков 15 тысяч рублей у меня в школе потом были... Ой, в школе, в институте были очки за 4 тысячи. 2 тысячи оправа и 2 тысячи линзы. Вот это я понимаю. Очки, они еще прожили. Очень-очень много лет там потом тупо оправа сломалась. А эти очки, капец, за 15 тысяч взять и забыть просто. Крестный... А там еще и темнело все-таки. Крутые были стекла. Короче, грязная говорит, что это ты мне не сказала. Их вообще возможно было забрать. Ну, блин, жесть. Дурдом. Так я их и не забрала тогда. Вовремя не сказала, а потом уже было поздно. Когда уже рассказала. Там уже куча дней прошло, что я уже была в Киеве. А вот теперь со мной вот такая история произошла. Дурдомище. Вот говорят иногда, все, что не делается, все делается к лучшему. Ну вот к чему это? А знаете, что сегодня? Я сегодня с самого утра слушала, что-то меня проперло на... Сначала я слушала их. Значит, включаю я Европу+. Викторина. И звонят два человека. И вообще вопрос такой, что какой самый красивый флаг, ну не считая русский. Давайте вот скажем, какой из них самый красивый. И вот первый человек, который отвечает, он такой говорит, Испания. Я такая, о, прикольно. Мало того, что я включила Европу+. Первый раз за черт сколько времени. Сразу же там битва козерогов. Козерогам быть очень сложно. Сразу же флаг Испании. А потом еще гороскоп. И они говорят, удача близко. Очень близко. Это гороскоп на сегодня. Очень близко. Удача вообще вот просто мусека. Если вы вдруг захотите покопаться в козероге, будьте очень осторожны. Вас ждет долгое погружение в говно твердого, жидкого и газообразного состояния, после которого не хочется жить. И в итоге, о, вляпалась. Может, гороскопы это бред? Как думаете? Или все-таки продолжать в этой вере? Этот, походу, точно не совпадает. По крайней мере, сегодня, я не знаю, что фортуна решила мне сказать без видос? Или как и что? Ужас. Ужас. Откровенность на откровенности. Поболтали мы сегодня с вами. Отлично. Какие мысли, ребят? Что делать? Как вылезать из этой ситуации? Кто что терял в аликанты? Как вы искали? Как думаете вообще? Есть шанс, что вернут эти очки? Или все-таки Олег прав и их стырят? Давайте, напишите свои варианты в комментариях. Потому что мне вот интересно. Я завтра их пойду добывать, находить, надеяться, молиться, что завтра их мне отдадут. Ну, я не знаю, как будет вообще. А так, у кого как чуйка работает, проверим. Повезет мне или не повезет. Не забывайте ставить лайки. И не надо мне ставить дизлайки за то, что я сегодня опять плакала. Просто у меня сейчас период такой. Ну, вот такой вот я человек. Я просто нервничаю, да? У меня экзамены впереди. Наверное, из-за этого. Система нервная напрочь расшатана, походу, из-за этого. Это я, если честно, я переживаю адски. Я сколько там, 3-4 дня делала 5 упражнений. У меня впереди еще 50. И осталось порядка 20 дней. Как я буду это все делать? Вообще не представляю. Дурдом. Мне уже сейчас нужно думать не о первом экзамене, а уже о другом. И все это должно быть постоянно думать об этом. Не просто так чуть-чуть, а прям постоянно. Мы сейчас с Эриком решили то, что все. Я психанула, честно скажу. Я психанула. Я сейчас сделаю с Эриком попкорн. Возьму кучу печенюшек, вкусняшек. Включим с ним какой-нибудь красивейший, наикрасивейший фильм. Будем есть, смотреть и улыбаться. Потому что просто, если я сейчас не расслаблюсь, я сойду, мне кажется, с ума. И возьму все самое мучное, что есть в доме, чтобы прям сразу прибавить себе пару килограмм. А вдруг повезет и получится. А, Дина. Мне нужна энергия. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова